Беларусь 4 Брест Игорь Кошнир До начала Европейских игр остались считанные дни. Брестскую область на играх представят 23 спортсмена и сегодня из первых уст узнаем о подготовке и боевом духе участников. А также раскроем детали международного легкоатлетического пробега «Дружба», который уже 15 июня свяжет Брест и польский Торесполь. Брестская область Ну вот с международного легкоатлетического пробега «Дружба» предлагаю начать. Состоится он уже традиционно в четвертый раз и стартует 15 июня. Участие в спортивном забеге примут 100 любителей бега по 50 от белорусской и польской стороны. В этом году стартовый городок размещается в Тересполе. В Бресте участники пробегут по Варшавскому шоссе улицам Зубачева и Гоголя. В общей сложности длина маршрута 12 километров. Брест и Тересполь – города побратимы. Пробег символизирует укрепление дружбы между нашими городами. А также все участники прибудут в нашу страну по безвизовому режиму, что так удобно для них. В целом, польские граждане очень часто пользуются возможностями безвизового въезда в нашу страну. На протяжении предыдущего года и до этого в целом было зарегистрировано в Брестской области более 11 тысяч туристов, которые посетили именно по безвизу. Из них порядка 67% – это гости из нашей соседней Польши. Вот любят европейцы посещать нашу Беларусь. Помимо вкусной кухни, шоппинга и огромного количества достопримечательностей, они еще любят принимать участие в различных мероприятиях. Как, например, они изъявили участие поучаствовать 27 июля в фестивале пляжных видов спорта, а также ночном забеге. И еще 8 сентября в Брестском полумарафоне. Ну, в общем-то, добро пожаловать, лишь бы погода благоприятствовала. Кстати говоря, на этой неделе она просто замечательная. Самое время провести время на пляже. А какая будет, собственно, температурный режим сегодня в регионе, узнаем прямо сейчас. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Очень хорошо, что вы сегодня с нами, потому что мы готовы делиться интересной информацией, которая может быть вам полезна. Вот, например, напоминаем, потому что многие уже об этом знают, что с 5 июня, это со вчерашнего дня, дополнительный таможенный контроль пограничный будет осуществляться по направлению к Тамашовке и по направлению к городу Каменцу. Да, на выездах из Бреста стоят мобильные пункты, так что готовьте, пожалуйста, документы, в любой момент могут остановить. Ну, это, в принципе, логично, потому как в летний период особо увеличивается количество нелегальных, скажем так, пересечений границы, друзья. Причем, помимо единичных случаев, только на этой неделе было около 5 нелегальных человек из Алжира остановлено, помимо единичных случаев находятся попытки организации целых каналов по проводу людей через нашу страну. Поэтому я думаю, что все-таки какие-то меры принимать нужно, но для нас, белорусов, это особых неудобств не доставит. Да, должны сказать, что за 2018 год было предотвращено порядка 7 вот таких вот нелегальных перемещений границы, поэтому вот эти проверки актуальны в наше время и в этот период летней времени. Ну и, как уже сказала Кристина, действительно, если вы все делаете по правилам, никаких сотруднений они у вас не вызовут. Поэтому просто возите с собой свой паспорт, друзья. Ну что ж, много еще интересной информации, в том числе и в печатных изданиях, но какие именно и где об этом почитать, расскажет обзор прессы. Спорткомплекс с тренажерами, расширенная детская площадка, скульптуры, питанг и самая длинная в Бресте скамейка. Что еще ждет детей и взрослых в обновленном парке мира, расскажет газета «Брестский Вестник». В этом году уже провели дезинфекцию от клещей в парке Дубрава, в детских оздоровительных учреждениях Бреста, на базах отдыха на Белом озере и многих других объектах. Воспользоваться такими услугами может любая организация и домовладелец. Подробности в Брестском Вестнике. Впервые знак «Доблесть и мужество» получила девушка Наталья Анищук из 38-й десантной бригады в Бресте. Испытания на право носить этот знак прошли на полигоне под Витебском. Читайте об этом в Брестском Вестнике. 25 мая 2019 года в районном Доме культуры Агрогородка Черни состоялся гала-концерт победителей районного детского осмотра конкурса «Юный виртуоз-2019». «Музыка всегда с тобой». В конкурсе приняли участие более 140 талантливых учащихся детских школ искусств «Прибужья». С подробностями свежий номер еженедельника «Заря над Богом». «Притяжение земли». Под таким названием в стенах Центральной городской библиотеки имени Пушкина в Бресте была открыта персональная выставка доктора экономических наук, члена корреспондента Национальной академии наук Беларуси Алексея Скакуна. 34 года он возглавлял одно из лучших сельхозпредприятий республики – колхоз памяти леча, преобразованный позже в ОАО Остромечево. Создав образцовое хозяйство, именитый ученый Алексей Степанович никогда не расставался с увлечением фотографий. Подробности в «Заре над Богом». О чем прочитать? Узнайте из обзора прессы «Утреннего эспрессо». Ну вот, друзья, почитали, теперь возвращаемся в нашу студию прямого эфира. И у нас, конечно же, очень приятный момент в начале нашей передачи. Мы обычно объявляем тему дня сегодня. И она у нас сегодня будет такая, знаешь, наверное, всем понравится, потому что у каждого наверняка есть дома домашний питомец, которого вы очень любите. Нам сегодня нужны фото ваших питомцев. Ну не просто фото, а желательно особенные. Какие-то эмоции, как он радуется, как он скучает, может быть, как он ждет вас у окна. Все, что касается ваших питомцев и его чувств, присылайте на наш номер в Вайбере. Да, ждем фотографии собак, кошек, щенков, песиков мелких, попугаев, кроликов, удавов, рыбки. Может быть, у вас там очень эмоционально живут. Мини-свинки. Да, мини-пик, кстати, тоже вполне себе модное домашнее животное. В общем-то, студийный Вайбер 821 55 55. Ждем ваши снимки. И победитель получает сертификат в колористическую студию Ирины Погорельской на целых 50 белорусских рублей. Премиум сегмент косметики, лучшие мастера. В общем-то, есть где с пользой провести время. Это, правда, только женская территория. Но ничего страшного, если победитель мужчина, это будет отличный подарок к летнему сезону, который уже наступил. Ну а пока вы готовите фотографии своих домашних питомцев или ищите их уже в своем портфолио, в своих телефонах, мы продолжим делиться информацией. Тем временем игроки Брестского «Динамо» посетили реабилитационный центр «Тонус». Команда впервые посетила это место. Пришла туда с подарками, конечно же, раздала автограф и пообщалась с детками. Ну а все подробности узнавали наши коллеги. Футбольный клуб «Динамо» «Брест» и дети. Футболисты посетили детский реабилитационный центр «Тонус». Привезли с собой подарки, угостили детей пиццей. И, конечно же, вместе с футболистами приехал и символ клуба «Зайд Брестоман». Футбольный клуб «Динамо Брест» является партнером центра реабилитации «Тонус» уже с 2016 года. И помимо, скажем так, материальной помощи, мы оказываем еще информационную поддержку. Так уже третий сезон подряд веб-сайт «Тонус Брест.Биуай» появляется на футболках команды, также на различных других рекламных носителях. Такое общение способствует лучшему результату реабилитации. Приятно очень видеть улыбки детей. И для наших футболистов это также является дополнительным стимулом для того, чтобы выходить на поле и побежать. Сергей Кривец, Чидия Сучуку и Айоми Даджиподу провели автограф-сессию, пообщались с ребятами, пригласили всех на игру. Это нужно для детей в первую очередь, для тех, детишек, которые здесь занимаются. И это для них в первую очередь, чтобы они не чувствовали себя, можно сказать, вдалеке от общества. Они такие же члены нашего общества, как и любые дети. Ну и хотелось бы, конечно, чтобы таких детей был какой-то интерес в жизни. Может быть, как раз-таки и футбол. Мы здесь, чтобы показать детям любовь, что наша команда любит детей. Большинство детей, в принципе, любят футбол. И дети, которые пришли сегодня, я думаю, что они тоже любят спорт. И, увидев нас, они еще больше увлекутся футболом, в частности. Подобные акции футбольный клуб «Динамо Брест» совместно с реабилитационным центром «Тонус» проводят регулярно. Кроме материальной помощи детям, зачастую воспитанникам центра организованы бесплатные места на стадионе. Иногда это информационная поддержка. Но главное, что нужно ребенку, это внимание и положительные эмоции, чего вполне удалось добиться. Я считаю, что это очень хороший шаг навстречу детям. И я очень счастлива, что есть такие люди. Мне кажется, что это очень большая поддержка для детей. Детям было очень весело. Они игрались и со звездами. И зайчик, деденка, им очень понравился. Очень классно. Люди позитивные. Все очень-очень интересно. Пицца вкусная. Хорошие подарки. И очень рада, что познакомилась с футболистами. Мой ребенок уже сказала, что хочу узнать футболистов. Хотя ранее мы не интересовались футболом никак. Надо показывать хорошие примеры. Спорт – это классный спорт. Это движение жизни. Сегодня 6 июня. И вот какими событиями ознаменован день сегодняшний. В 1799 году родился Александр Сергеевич Пушкин. Поэт, родоначальник новой русской литературы. И создатель современного русского литературного языка. Вряд ли найдется кто-то равнодушный к его творчеству. Тем более, что в его сказках, прозе и стихах каждый, вне зависимости от возраста, может найти что-то близкое и понятное. В 1833 началось строительство Брестской крепости. В связи с этим Брест был перенесен на 3 километра на восток. Крепость размещалась на четырех островах, образованных рукавами рек Муховец и Западный Бук и системой каналов. В 1882-м американец Генри Силли запатентовал электроутюг. Нагревательным элементом в них была электрическая дуга, расположенная между угольными электродами, которым подводился постоянный ток. Однако в ранних электрических утюгах не было устройства, позволяющего регулировать температуру. Они часто перегревались и прожигали одежду. 6 июня 1874 года в Минске родился Константин Еремеев, партийный и военный деятель, журналист. Во время Октябрьской революции был одним из руководителей штурма Зимнего дворца. Один из организаторов госэздата, первый редактор журнала «Крокодил». В этот день в 1999-м была выявлена новая версия компьютерного вируса, стирающего информацию с жесткого диска. Были выведены из строя несколько тысяч персональных компьютеров. Вирус поразил 12 компаний, 6 из которых работали в сфере высоких технологий. Ох, очень здорово! Все-таки правильную тему дня мы выбрали. Фотографии идут буквально непрерывным потоком. Напоминаем, сегодня она звучит, как ваши домашние животные, ваши любимцы с необычными эмоциями. Радуются, злятся, улыбаются. Если это рыбки, может быть, они синхронно просят кушать. Не знаю. Припадают все к стеклу своими рыбьими губами и требуют еды. Что-то, что нас повеселее. 821-55-55 номер телефона студийного Вайбера, на который мы ждем снимки. Итак, давайте смотреть, что мы уже успели получить. Первую фотографию прислала нам наша телезрительница, которую зовут Анна. Да, это ее такая милая Китя. Так, Анна оставила нам комментарий? Да, оставила. Аська спит. Это от еще одной Анны. Это не та Анна, это любительница собак. Шарлотта зовут эту прекрасную леди. Леди, видимо, отдыхает. Утомилась. Какое у нее шикарное ложе. Следующий снимок от нашей телезрительницы Аллы. Вот такой вот. Люблю, кстати, фотосессии с собаками. Сейчас объясню, почему. Поскольку я сам собачник, и вот сейчас вы увидите на своих экранах моего любимца. Вроде бы. Да, вот это мой пес. Зовут его Добби. Ну, тут, собственно, по ушам, наверное, все понятно. Да, вот так мы спим. Мы спим так всегда. Любят собаки. И траву тоже, я смотрю, любят, да, поваляться. Такое собачье, это такое дело, правда? Трава. Вот он, как и красавец, дышит. Счастливый, хозяин домой вернулся. Вот так он выглядит, когда я ухожу с утра. Для того, чтобы встретиться это утром вместе с вами, пес начинает грустить. Итак, следующие снимки прислала нам наша телезрительница, которую зовут Татьяна. Татьяна прислала своего котика. Кстати, у него, видно, что-то случилось, потому что небольшое лечение он пережил, и поэтому сейчас в повязке. И его любимая лошадка, да? Вот обычно у деток любимые игрушки мягкие, а здесь у кота любимая лошадка. У каждого кота, которого зовут Костик, должна быть своя любимая игрушка. Ну да. Костик и единорог. Костик, член семьи. Это любимица Кристины. Да, это мой питомец, признаюсь. Моя Шарлин. Вот так она подсматривает, тоскуя, что я вот-вот уйду из дому. Ну а там, конечно, смотрела в окно, контролировала ситуацию во дворе. Обзор владений. Вот такие вот домашние питомцы. Спасибо, что вот прям с утра активничаете. Фотографии будем показывать чуть попозже. Они все еще поступают к нам. Ну а пока предлагаем вам узнать об очень необычном виде спорта, когда у нас сегодня такая спортивная программа получается. Есть такое дело. Что такое хула-хупинг? Знаете ли вы? Мы вот узнали, как и узнали наши коллеги. Все подробности в следующем сюжете. Хула-хупинг известен сегодня в первую очередь как спортивный тренажер. Однако огромную популярность набирает и танец с обручами или хула-хупинг. А владеть его искусством – задача не из легких. Артисты оригинального жанра вращают обруч на всех частях тела и сочетают множество танцевальных направлений. Здесь все зависит прежде всего от скорости вращения. Чем быстрее, тем эффектнее зрелище. Это для меня сейчас больше как способ медитации, а не только как работа и спорт. Я когда кручу обруч, я отвлекаюсь от всех повседневных проблем и погружаюсь именно в это искусство. Умение крутить хула-хуп – это наполовину четкое следование инструкциям, а на вторую половину – умение чувствовать движение обруча. С помощью пяти светодиодных хула-хупов Ксения может написать любой текст и даже воспроизвести фотографию. Это действительно незабываемо фееричное зрелище, особенно если такой танец исполняется в полумраке. Магия обруча, наверное, в скорости. Например, если я дам такой же обруч ребенку, у него не факт, что получится та же самая картинка. Там даже важно, в какую сторону ты крутишь, не то, что в какой рисунок загружена скорость. Важно все. Как ты шевелишься, даже сам элемент, который делаешь при каждом элементе, каждый узор выглядит по-разному. Поэтому магия в самом обруче, в его начинке. Танец с хула-хупом – это развлечение, которое будет полезно и детям. Оно позволит не только занять малыша, но и станет замечательной здоровой привычкой. Гимнастический обруч в детстве моделирует красивую и стройную фигуру. Особенно рекомендован детям с проблемами лишнего веса. Благодаря этим танцам у ребенка улучшается кровообращение, тренируется дыхательная система и нормализуются проблемы с кишечником. Я научился многому. И это очень классно – ходить на хула-хупинг. И много чего умеешь. Я хочу добиться того, как наша воспитательница занимается. Она очень красива, и мне нравится, как это выглядит. Мне больше всего нравится то, что тут очень дружеская атмосфера. Если, например, у тебя что-то не получается, то тогда тебе все помогут, расскажут и покажут, как это делать. Мне нравится то, что я могу научиться новым трюкам и научить это других. Танцы с обручем способствуют умению согласовывать движения различных частей тела. Также они помогают ориентировке в пространстве и влияют на формирование нравственно-волевых качеств, таких как выдержка, настойчивость, взаимовыручка и дисциплинированность. Ведь здесь важно выполнить упражнения не только правильно, но и красиво. Сейчас хула-хупинг развивается в таком направлении, что и мальчики тоже крутят. Это уже чуть-чуть другой жанр, не как игра с хула-хупами в самом цирке. Это как способ и танца, и спорт, может быть, и медитация. Для каждого хула-хупинг свое, и каждый по своей причине им занимается. Хула-хуп был и остается одним из самых доступных тренажеров. Это отличное дополнение к любой программе похудения и контроля веса. Тренировки с обручем при соблюдении правильного питания позволяют достичь оптимального веса и сохранить его. Редактор субтитров А.Семкин Возвращаемся в студию прямого эфира. Совсем скоро к нам присоединится наш первый гость. Ну а пока посмотрим еще фото ваших питомцев и те особые эмоции и чувства, которые ваши питомцы проявляют. Внимание на экран, смотрим и делимся ими вместе с вами. Итак, эту фотографию прислала Лада. Лада, напишите нам, как зовут этого красавца. И вот он так на солнышке зевает. Это прям очень здорово. Надо же было так подловить, да? Далее идут две фотографии от Дмитрия. Дмитрий. Наш постоянный телезритель прислал глазастого кота по имени Ёж. Он любит ковер, покушать и поспать. Еще он очень скучает по своим хозяевам и с нетерпением ждет их с работы. Ну, надеемся, что эмоции Ёжа каждый день все-таки бурные от встречи с хозяевами. Это наша следующая телезрительница. Так же, как этого, да, прекрасного пса Ксения отправила нам две фотографии со своим любимцем. Но, к сожалению, не прокомментировала, хотя, в принципе, и так все понятно. Делитесь именами, как зовут. Провожает, да, смотри, как ушки опустил, грустно. Дмитрий. У Дмитрия живет рыба. Я почему-то считал, что все аквариумные рыбы, ну, мало-мальски симпатичны. Я не говорю, что ваша не красавица, но, скажем так, изюминка в ней есть. И еще серьезнее кот, который наверняка лежит рядом с этим аквариумом. Я полагаю, да, что они друг на друга смотрят сейчас. И хитро за этой рыбой наблюдают. Да, вот такие вот отношения между питомцами и у Дмитрия дома. Друзья, продолжайте прислать свои фотографии. Напомним, что мы разыгрываем 50 рублей на посещение колористической студии Ирины Погорельской. Эта территория только дамская. Любые виды окрашивания, колорирования и многого другого, что может украсить ваши образы и сделать ваш образ летним легким цветущим. В 821-55-55 это наш студийный вайбер. Именно туда ждем фотографии. И, кстати, не только фотографии, а комментарии к ним, а также все эти новости, которыми вы хотите поделиться со всей областью. Мы с удовольствием их прочитаем вот с экранов ваших телевизоров. Друзья, помните, нам интересно только то, что интересно именно вам. Ну а пока продолжим наш эфир и поговорим о детях. Во вторник мы начали разговор о детских психологах. И сегодня закончим эту тему. Друзья, оказывается, их бояться не стоит. И наоборот, иногда даже стоит проконсультироваться, чтобы понять, что происходит с твоим ребенком именно в этот период. Смотрим. Доброе утро. У ребенка резко изменилось поведение, настроение. Например, он был активный, стал пассивный, стал агрессивным, а был очень тихим. И наоборот. То есть у ребенка изменились какие-то эмоциональные реакции. Или, например, вы видите, что у него нет друзей, и он принимает участие в травле. Причем независимо от того, травят вашего ребенка или он травит других. Все это указывает на проблемы в отношениях. Более того, ребенок резко стал послушным, с тихим, спокойным поведением. Это тоже может скрывать в себе проблему. Вы должны насторожиться, увидев все неожиданное, непредсказуемое, чего еще вчера не было, а сегодня уже есть. Родители, занятые своими проблемами, не всегда замечают, что ребенок стал менее весел, внимателен, активен. Стоит прислушаться, если тревогу бьет преподаватель, школьная медсестра, завуч или врач. Трагедию устраивать ни к чему, но не стоит и недооценивать эти сигналы. Если поступили жалобы от воспитателя, либо учителя в учебном учреждении, бить тревогу так сразу не надо родителям, но, конечно, взять во внимание, не игнорировать это, конечно, 100% тоже нужно. То есть вы сначала, конечно, должны пойти на беседу, узнать информацию, откуда, что и почему. Возможно, дать этому же воспитателю и учителю со своей стороны ту информацию, о которой воспитатель и учитель не знают. Учитель многое может понять, поговорив с вами. А вы, в свою очередь, если ребенок, например, подрался в школе, выясните, с кем была драка, кто еще был рядом, какие в целом отношения в классе. Это поможет понять, почему ваш ребенок повел себя так, а не иначе. Может быть, его спровоцировали. Прежде чем принимать меры, нужно прояснить всю картину. Если окружающие посмеиваются над ребенком или издеваются над ним чаще, чем над остальными детьми, психолог поможет разобраться, почему он постоянно оказывается в роли жертвы и изгоя и поможет изменить его поведение и ситуацию. Причем сделать это можно в любом возрасте, как в 3 года, так и в 14 лет. Часто проблемы связаны с непониманием. В разном периоде развития ребенок разный и сам не всегда хорошо себя понимает. По этим и другим причинам могут появиться даже частые простуды или неловкость движений. Ребенок может сразу отреагировать на какую-то ситуацию, а может подавить эмоцию, и тогда разболится живот или голова. Дорогие родители, не бойтесь вести ребенка к детскому психологу. Это не значит, что вы не справились. Это значит, что вам не все равно. Даже если видимой причины нет, это послужит хорошей профилактикой и шагом к улучшению качества жизни не только вашей, но и ребенка. Ну что же, продолжаем делиться с вами самыми полезными и интересными новостями. Напоминаем, сейчас идет речь об еще одном упрощении визового режима со странами Евросоюза. Так вот, соглашение то самое уже Минск и Брюссель подпишут в скором времени. Останется только закрепление внутригосударственных процедур. Ну, к слову, цель такова. Проходить белорусскую границу с Евросоюзом за час. Соглашение уже практически все решено. Противоречий нет. Текст согласован. Остались те самые государственные процедуры и подписать документы. Но и планируется, что через 2-3 месяца для этой церемонии проведут для этого повода организуют церемонию на высшем уровне. Ну, в общем-то, осуществить въезд в страны Евросоюза будет гораздо спокойнее и быстрее. Те, кто часто ездит за границу, знают, насколько иногда это бывает тяжелая по времени эмоциональная процедура. Немного проще тем, кто, собственно, прилетает, либо улетает в нашу страну, либо из нашей страны через аэропорт. Если говорим об аэропорте, должны сказать, что национальный аэропорт Минск стал второй год подряд, победил в конкурсе лучший аэропорт среди стран-участниц СНГ. Награждение лауреатов конкурса прошло в торжественной обстановке, во время которого аэропорту были вручены все возможные регалии Ассоциации Аэропорт Гражданской Авиации стран СНГ, где были подведены итоги работы за 2018 год. Напомним, что у нас Минский национальный аэропорт присоединился к ассоциации в 1997 году и получил кубок, а также почетную грамоту Ассоциации Аэропорта. Примечательно, что в 2017 году Минская воздушная гавань была удостоена также награды этого конкурса, но еще он был признан лучшим в 2013 году. Поэтому действительно, есть чем гордиться. У нас правда очень хороший аэропорт, хорошо развита инфраструктура, различные удобные места для ожидания. Поэтому путешествуйте, друзья! Да, ура-ура! Поздравляем сотрудников национального аэропорта Минск с всей командой утреннего эспрессо. Но в продолжении программы должны вернуться к нашим исконным белорусским традициям и обрядам. Прямо сейчас покажем вам, как наши корреспонденты своими глазами увидели обряд вождения хоровода. За тыдень до вербницы вязковые девчата и хлопцы выходили на луг сустракать весну. Их день не были связаны, некоторые упродкованностью и склалися обратно городала. Ранее весной старейшие женщины выносили на берег ракильняное полотно. Усе процессы опрацовки лену и подрыхтовки сыровины до тканя они выконывали вручную. Мама тоже выводила меня на лужок. Колись таки у нас квитки цвели, их называли латаць. И мы на этом латаць, на этом волосе расстилали полотно, били прачиком, а еще мама посипала попелом древесинным. Тоді оно отбилювалося вельми добре. Я помню, я говорю, полотно слали, так на луга, такими полосами, длинными, длинными прачиками вибивали, складали, били. Это интересно даже было, но это уже мои дети не знают, что это такое. Девчата, подивитесь, какая чистая вода, а как верба свои голинки нахилила над водой. Нести вербу тай над водой. Нести вербу тай над водой. И еще маленькой девчинкой Алина Бокоч надзирала за тем, як ее родные и одновязковцы проводят этот абрад. Стародавние матчины песни так закаранули ее чулое сердце, что, когда женщина трапила в народный клуб аматоров фольклора Магдалина, одразу взялась за обновление абраду. Важный абрад у жизни беларусов обещал уродливость, достаток и добробыт. Усе песни карагоды вербного тыдня никогда не выкористовывали у иншую пару года. Карагоды вадили только на вербную неделю. И называлась это Гародала. Почему Гародала? От слова городить. Гародить, как бы, да? Вот такие карагоды, они, как бы, такие вот малюнок роблять, да? А потом пошло это хороводить. Хоровод робить. Карагод для девчины один со способов приглядеть мужа. Хлопцы у свою чергу оценивали невест. Цеплыве павой и спевая голосиста. Молодь у Карагодзе знайомилась и открывала первые почутки. Не сумывали и дети. Ладили для себе гульни. Это обратно я еще вмешала себе и гульни. Там ножички, как это, и каменчики там были гульни, и закидень, закидень, вот так по нашему, по местному. И перекидач. Это такие гульни на силу, такие хлопцы у нас умели робить. Карагод не просто танец, у ему вся необсяжность и открытость славянской души. Одна из головных форм побудовы Карагода – кола. Круговая композиция и рух по ходу солнца своими корнями уходить в языческие часы, когда славяне поклонялись богу солнца и орыли. Олежь Карагоды можно водить не только по Крузе. Они вельми разностайные и уявляют собой разные молюнки. Спиральки, закрутки, восьмерки, змейки, ручайки, колонны. Один из таких незвычайных Карагодов присвеченный минавито везцы Магдалин. Песня, как и Карагод – неотъемная частка традиционной творчести и духовной культуры беларусов. Она сопроводжала наших продков на всех важных этапах жизни. Святы, працы в полях, подеи семейного жизни, завсюди и усюди гучала музыка. Наши старинные песни, они песни про жизнь. Слухать интересно, обряды наши. Наши дети забывают, внуки забывают даже такие вещи, например, что такое прачек, что такое даже полотно, а як это полотно, а як шили, как вышивали. Это очень важно. Через наше сельце весь он не деревце, весь он не деревце. Через наше сельце. Это полишутская песня. Ее спевали полишут. Але у нас здесь такая местовость и люди у нас такие, знаете, практичные. Они позбирали все, что могли. что-то свое придумали и вот таки обратно получился, который выполнили тут в этой местности. Строиджанчин был выработан прикладно со стагодзе тому, но догадаться про это о мале реально. Белоснежное на круг маляное оденье как только что привезено со швейной фабрики. Вот эти фартушки, эти все сорочки, они лежали в сундуках на чердаках там в скрыне. Потому что эти стоочки ну уже где-то 120 лет. Этому фартушку может уже 130-140 вот. Они были такие знаете желтые уже. И поэтому я каждого отдельно замачивала в соленой воде, потом их кипятила, привела в человеческий вид. И это выбор каждого из нас. Не звертать увагу, а дести от того, что тривало минициям и связывая нас за минуем. Або собрать по крупинках, сберах чипер дать наш шаткам, ко мне оборвалась небачная совесть часов. Что ж, друзья, остались считанные дни. 23 спортсмена представят Брестскую область на европейских играх, и об этом мы будем говорить сегодня. У нас в гостях Светлана Щербацевич, мастер спорта международного класса по стрельбе пулевой, и ее тренер Андрей Фоминых. Доброе утро! Доброе утро! Ну как, готовы к свершениям? Готовы, конечно. Рассказывайте, какие ожидания от игр, каких результатов ждете, какие цели поставлены? Вы скажете, или я? Говори ты, потом я... Ну, в первую очередь, игры для нас, ну, для спортсменов, это определенный этап в подготовке к олимпийским играм и соревнованиях, как всегда, праздник. Мы ждем новых эмоций, в первую очередь, нового какого-то опыта, потому что игры эти только вторые, европейские игры, первые были в Баку в 15-м году. Ну вот, а результаты, покажем все, что мы умеем, чему мы научились. Светлана, долго тренироваться надо, чтобы попасть на Олимпийские игры? Как вообще попасть туда? Какой-то определенный результат? Сколько нужно стрелять в день, чтобы показать тот самый результат? Ну, тренироваться нужно каждый день. Ежедневно, да? Конечно. Как в любом виде спорта и в любом виде деятельности, я считаю, нужно каждый день тренироваться, что-то улучшать, потому что нет предела совершенству. Вот. Ну, а сколько по времени нужно тренироваться чтобы попасть на Олимпийские игры? У всех по-разному. Кому-то больше дано с рождения, грубо говоря. Кому-то нужно больше пахать. А как отбор проходил? Наверное, уже больше тренер, да, нам расскажет, чтобы показать результат. То есть, кто решает? Тренер, который выбирает спортсмена? Это какая-то целая комиссия? Или это совокупность результатов соревнований? Постараюсь объяснить, как говорится, на пальцах. На Олимпийские игры в нашем виде спорта в пулевой стрельбе за другие не буду говорить, попадает порядка 30 человек в мире. Разыгрываются квоты. в течение предолимпийского цикла два года перед Олимпиадой на мероприятиях Кубки Мира, Чемпионат Мира, Чемпионат Европы разыгрываются эти лицензии между соревнующимися. попасть на данных соревнованиях в финал и в финале завоевать от первого и до с понижением. Чем ближе к Олимпиаде, тем немножко легче. Это теоретически легче. Много у вас тренируется спортсменов в пулевой стрельбе? У меня конкретно? Да, да, как у вас, как у тренера. Ну, вот в данном случае Светлана, да, с вами на европейские игры. А сколько их всего? Ну, всего у меня в группе на сегодняшний день 8 спортсменов. Это много или мало для этого вида спорта? Это для... Всем удается время уделить. Я не знаю, много или мало. Для Дю США мало, а для групп высшего спортивного мастерства это многовато. Чтобы каждому уделить внимание, каждого достойно тренировать. И каждое свое время. Думали когда-нибудь о том, в вольных своих мыслях допускали, что будете воспитывать чемпиона будущего? Или вы, как каждый тренер ставите перед собой задачу максимум и идете к ней? Ну, не знаю. Я, наверное, может, амбициозный человек, и поэтому я хочу, чтобы мои люди, мои спортсмены, ну, забирались как можно выше. А там аппетит во время еды приходит. Это безусловно. 15 лет назад я радовался, что куда-то на Европу попали. А тут уже следующий этап, правда? Говорят, чем больше замахнешь, тем больше и достигнешь. То есть, поэтому цели ставьте глобальные. Наверное, европейские игры таким будут еще стартовым. Дальше, дальше больше. Так, Светлана, прекрасная леди, воздушная и такой нетривиальный вид спорта. Как к нему пришли? К чему выбрали именно стрельбу? Случайно. Пришел тренер в школу, позвал пострелять. Захотелось попробовать. Ну, а потом уже, потом я уже сама поняла, что мне больно, мне тяжело, я хочу домой и все такое. Вот. Но тренер сказал, у тебя, наверное, не получится. Ты очень худая, очень маленькая и вообще все не так. Винтовка тяжелая? Тяжелая. Тяжелая. И надо полностью на весу, на плече, либо как-то опереться об что-то можно. На руке. На руке. Ну и все, грубо говоря. По сути никакого упора. Сколько вам было лет, когда вот... 13, по-моему, или 12, что-то такое. Такой подростковый возраст, когда хотелось из этих мальчишек всех показать, на что я способна. В таком случае, как относятся родственники, семья к вашему, не назову это уже увлечением, это, наверное, вид деятельности. И не боятся ли мужская часть вашей семьи о том, что в случае чего Светлана может за себя постоять? Мужская часть моей семьи четырехкратный чемпион Европы по пулевой стрельбе, поэтому ему не страшно. Достойная такая пара, правда? И ему не страшно, и Светлана не боится. Она всегда даст отпор. Либо страшно обоим, и они просто друг друга уравновешивают. Вот такая спортивная семья. То есть на сборы получается часто ездить и вместе так же получается, да? Тренировки совпадают? Бывает, что вместе? Да, все вместе. Все вместе тренируетесь. Андрей, касательно европейских игр, кого считаете главными конкурентами в этом соревновании для себя? Для себя, для Светланы? Ну, это главными тут тяжело назвать. Очень много конкурентов и мощные команды это Россия, Чехия, Германия, Франция, пол Европы. Насколько вообще налажены связи между тренерским корпусом разных стран? Вы все-таки находитесь тоже в неком противоборстве, как и спортсмены? Или у вас коллегиальность присутствует среди тренерского состава? У нас связи к сожалению налажены на мой взгляд не очень хорошо, но это объяснимо. У всех свой календарь. В течение года в каждой стране свои мероприятия спортивные, свои планы у них, свои спортсмены и встречаемся только на соревнованиях. На соревнованиях вы больше как конкуренты или как партнеры, которые представляют своих игроков? Или и то, и то одновременно? Ну, конечно, как конкуренты. Мне чертовски приятно, когда мои спортсмены выигрывают. Я для этого и работаю. Можно похвалить другого спортсмена, когда выигрывает свой. Нет, интересно, это очень важно, потому что у нас далеко не лучшие люди в мире, они конкурентные сегодня, этот, наконец, через полгода. Все меняется. То есть всегда есть шанс стать первым. На пик формы. Ну, да, естественно. Ну, как в любом виде спорта, есть же какие-то временные ограничения, возрастные. Возрастные, да? Возрастные, ну, в нашем виде спорта он достаточно демократичный. У нас на пьедестале одновременно стоял на Олимпийском 16-летний парень Костя Лукашек, белорус. И 58, по-моему, лет было с Канакер на третьем. То есть вид спорта дружи с правильным образом жизни, занимайся физкультурой, и можно тренироваться, ну, до седых волос. Свет, ну, тренировки, это, понятное дело, каждодневные, когда вы абсолютно отключаете эмоции, включаете трезвый разум и физподготовку, но уверен, что перед началом любых соревнований, будь то международные, европейские, или же европейские игры, все равно испытываете какой-то эмоциональный, ну, стресс, я, наверное, даже это назову. как учились бороться с теми эмоциями, которые могут, ну, не помочь выиграть? Я до сих пор учусь, потому что иногда бывает меньше волнуешься, иногда прям зашкаливает конкретно, разные факторы на это влияют, ну, специальные упражнения, дыхание, плюс с нами, со мной, работает психолог, спортивный, поэтому учимся до сих пор, каждый день. Тем более, ладно, если ты, скажем, бегун, да? Да, да, да. Руки могут дрожать, но когда в руках винтовка, тут надо стресс как-то другим способом испускать. Да, я считаю, что в нашем виде спорта психологическая подготовка это вообще 80% успеха. Ну, да, поскольку психологическое давление со стороны и зрителей, и болельщиков, и фанатов, да и тренерского корпуса, чего уж там греха таить, оно все-таки дает о себе знать. Хорошо, 23 спортсмена едут от нашего региона, знакомы со всеми? Нет, к сожалению, не со всеми, но со многими. Ехать будете одновременно? Думаю, что нет, потому что у нас старты в разное время, в разные дни. И каждый будет ехать непосредственно на свою дату? Думаю, да, потому что сбор еще перед соревнованиями будет, и во время сбора мы будем жить каждый там в разных местах, поэтому будем ехать не вместе. Ну, это если говорить о той самой спортивной составляющей игр. Безусловно, как и любой человек, вам нужен отдых, как и любому. Что планируете посетить в рамках вот той самой культурной программы? Или пока не планировали, поскольку голова занята только соревнованиями? Ну, в основном, конечно, мы думаем о стрельбе на соревнованиях, но приезжают друзья наши, стрелки из других стран, украинцы, они не видели город, хотят там что-то посмотреть. Я думаю, где-то кофе посидим, попьем, и на этом все. Обмен опытом, эмоциями. Ну, вот к слову, скажите, какие-то паузы, да, вот когда делает спортсмен именно вот в стрельбе, не теряет сноровку? Ну, вот там, те, которые бегом занимаются, тяжеловесы, им нужно постоянно поддерживать себя в форме. А что касается стрелков, то же самое или нет? То есть, если ты меткий, то ты уже меткий. Нет, конечно. Тоже надо держать форму, да? Ну, как во всем, во всех видах спорта. Идет волнообразно. И задача тренера, это построить так, тренировочный процесс, чтобы пик формы, лучшее состояние приходилось именно на старт, на время соревнований. То есть, немножко выпускать спортсмена туда, чуть-чуть голодным. Ну, это не всегда получается, и не у всех, потому что спортсмен хочет подтвердиться, бывает, вот, что же я могу, что чаще еще хотят. Тренеры это увидеть, это уже какая-то доля определенного профессионализма, что ли, опыта, уметь выдержать напряжение далеко, не все умеют это делать. И даже кто умеет, не всегда получается. Мы желаем вам удачи, потому что действительно все ближе и ближе соревнования, обязательно проявить себя, как минимум, лучший результат свой, показать, которого еще не было. Ну, а телезрителям напомним, что осталось всего считанные дни до европейских игр, 23 спортсмена представят нашу Брестскую область. И одна из них будет Светлана Щербатцевич. Она была сегодня у нас в студии, мастер спорта международного класса по стрельбе пулевой и ее тренер Андрей Фоминых. Спасибо вам большое. Надеемся, все у вас получится в этот раз. Ну и с нетерпением ждем в гостях в утреннем эспрессо после возвращения. Друзья, поговорили о спортивных новостях нашего региона. Ну, а если у вас возникли некие юридические вопросы, предлагаем вам посмотреть нашу постоянную рубрику в Советы Адвоката. Доброе утро. С вами адвокат Виктор Бобрин. Подскажите, как, давая человеку деньги в долг, правильно это оформить, чтобы потом иметь какие-то гарантии их возврата? Согласно Гражданскому кодексу, договор займа должен быть заключен в простой письменной форме, если его сумма превышает не менее, чем в 10 раз установленный законодательством размер базовой величины. На сегодняшний день эта сумма эквивалентная примерно 100 евро. Но если вы не готовы потерять даже 50 евро, то в любом случае оформляйте в письменной форме любой займ. Способов такого оформления может быть несколько, и самый простой из них – расписка. Расписка составляется довольно просто. Тот человек, который берет у вас деньги в долг, должен написать вам своей рукой, что такого-то числа он взял у вас в долг такую-то сумму и обязуется ее вернуть не позднее такой-то даты. Получив такой документ, подписанный должником, вы храните его до даты возврата денег, и если деньги в срок не возвращены, приходите к адвокату, и он составляет вам иск в суд о взыскании суммы займа. Другой способ оформления займа – составление договора. Сделать это можно двумя способами. Во-первых, опять же, обратившись к адвокату, сделать хороший двусторонний договор, который подпишете и вы, и ваш должник. В этот договор можно грамотно заложить условия о процентах и пене в случае несвоевременного возврата займа, и если оформленный договором в простой письменной форме займ не возвращен, то взыскание производится путем предъявления в суд иска. Во-вторых, договор можно оформить и у нотариуса. Такой вариант позволяет производить взыскание невозвращенного вовремя займа без обращения в суд путем совершения исполнительной надписи нотариусом. Задавайте ваши вопросы по телефону, который видите на экране, с пометкой «Вопрос адвокату». Также вы можете посмотреть эту рубрику еще раз на сайте trkabres.by в разделе программы «Утренний эспрессо». И хорошего вам дня! Сегодня у Овна будет прекрасное настроение. На улице отличная погода и друзья позовут на природу. Только вот о работе Овна забывать не следует, иначе не успеет все выполнить в срок. Нежелательно сегодня тельцу прыгать с места на место. Так он ничего доделать не сможет. Если есть срочная работа, то лучше отдать предпочтение ей. Близнецам нужно максимально использовать свои знания и опыт, чтобы не оказаться в минусе. Начальство присматривается к близнецам. Но не только для того, чтобы раскритиковать. Гороскоп не рекомендует раку прыгать выше головы. Так и травму можно получить. Надо постараться руководствоваться здравым смыслом и не быть назойливым и упрямым. Повышенная суматоха и деловитость ожидают льва. Не исключено, что его срочно отправят в командировку, и на это негативно отреагирует любимый человек. Здесь придется выбирать деньги или чувства. Поставленные в работе задачи деве нужно выполнить экстренно и качественно. Конкуренция безумная, поэтому звезды советуют хвататься за любые предложения. Весам не рекомендуется проявлять агрессию, даже если кто-то из друзей вынудит на конфликт. Подойти ко всему необходимо с юмором и философски, чтобы никого не ранить грубым словом. Небывалые взлеты ожидают скорпиона в профессиональной сфере. Он так комфортно себя почувствует, что разрешит себе отдых и развлечение. Гороскоп обещает стрельцу гармоничный день, когда даже солнце будет греть как-то по-особенному. Он окружен прекрасными и чуткими людьми. Это главное. Козерогу в этот день нужно понять, что для него в приоритете, а что давно пора забыть. Если он человек семейный, то любыми способами следует наладить отношения с детьми-подростками. Водолей отличится на работе да так, что начальство моментально выпишет премию. Возможно, что от его гениальных идей в восторге даже верхушка. Рыбы будут настойчиво грести в том направлении, которое себе наметили. Удачно сложится день у журналистов, педагогов и работников социальной сферы. Итак, друзья, должны сказать, что сегодня все разговорящее население нашей планеты не побоюсь этого слова отмечает замечательный праздник день рождения Александра Сергеевича Пушкина. И, соответственно, к этому же дню привязана праздничная дата день русского языка. Мы всей командой «Утреннего эспрессо» не могли пройти мимо этой прекрасной темы и позвали в гости потрясающего человека. Позвольте представить вам Ольгу Переход, заведующую кафедрой общего и русского языка знания Брестского государственного университета имени Александра Сергеевича Пушкина. Доброе утро! Доброе утро! Сегодня в такой праздник русского языка у вас, наверное, как у преподавателя хочется спросить, есть ли какие-то трудности в процессе преподавания того самого великого и могучего русского языка, с которыми вам приходится сталкиваться? Вы знаете, трудности в обучении есть всегда. И эти трудности связаны не только с тем, что трудно работать преподавателю, но на самом деле, невзирая на то, что русский язык родной для многих, потому что и в нашем городе, и в нашей республике очень много русскоговорящих, русский язык изучается как учебный предмет в школе, проблемы и старые, и новые, скажем так. Из старых проблем можно говорить о снижении общего уровня грамотности в письменной речи. Проблемы, связанные с культурой устной речи. Оскудел, конечно, и уменьшился словарный запас наших школьников. Отсюда проблемы с выражением мыслей. Мне кажется, есть проблемы с самостоятельностью в подготовке многих тем, заданий, потому что школьники, да и студенты все чаще и чаще обращаются за помощью к интернету и пытаются облегчить свою жизнь. Мы все понимаем, что интернет — это не панацея ни в коем случае. Раньше посмотришь, правила почитаешь, выучишь, если не знаешь. А сейчас в интернете посмотрела, хорошо. А теперь у каждого есть телефон, смартфон. С одной стороны, время экономится, конечно, но с другой стороны, какие-то пробелы в знаниях правил. Помимо того, что правила можно прочитать и выучить, их нужно уметь применить. И это, наверное, самое главное. И это очень важно. Наши корреспонденты вышли на улицы региона и узнали у прохожих, какие правила, те самые правила русского языка не помнятся с школьных времен. Давайте посмотрим вместе с вами, ну и прокомментируем. Какие правила русского языка помните? Ну, большую часть, наверное. Сформулируйте какое-нибудь. Шиши пишет с них. Ну, так сразу, наверное, не скажу вам. Под ударением пишется О, наверное. Без ударения пишется А, наверное. Шиши пишет с буквой И. Мне с глаголом пишет раздельно. Мягкий знак. Постежидающих. Не с глаголом пишется раздельно. Конечно, я пригодал. Еще? Чаща пишет с буквой А. Шиши пишет с буквой И. А что еще? А их всего больше на данный момент, наверное. Частица не пишется с глаголами раздельно. Кошмар. Где даже элементарно писать мягкий знак, где его не писать. Шиши пишет с буквой И. Где причастные обороты всегда выделяются запятыми. С двумя суффиксами пишется Он и Н. Он и Н. А Ан, Ян, Ин. Пишется с адмэпуфэйн. Вы не знаете, никаких я не помню. Ой, а после шипящих приставки препри. Что еще? Корни с чередованием. Продолжение следует... Пожалуй, лучше, чем основные правила великого и могучего. И вот о тех самых заимствованных словах хотелось бы у вас и спросить. Ну, сейчас очень модно ходить на кофебрейк, взять панкейк или донат. При этом одеться в свитшот, правда, и так далее. Да, и бизнес-ланч вот такой, скажем, встретить. Да, и все эти слова, мы вроде как бы и знаем их значение, но не родные они нам. Появление таких слов в русском языке можно считать проблемой? Или же это все-таки закономерное развитие языка и не стоит страшиться заимствования слов? Ну, в вашем вопросе, в общем-то, содержится уже и ответ. Потому что одни эксперты языка считают, что засилие заимствованных слов – это проблема. Это засорение языка. И даже такие радикальные точки зрения высказываются, что это приводит к исчезновению языка, к растворению его. С другой стороны, другой подход говорит о том, что процесс заимствования – это развитие языка, это его изменение. Поэтому ответить однозначно на этот вопрос нельзя. Конечно, в русском языке много заимствованных слов, я думаю, как и в других языках. И этот процесс настолько давний, что в современных словарях иностранных слов отражены заимствования, которые пришли в русский язык где-то с 17 века. И самые большие словари иностранных слов включают 20-25 тысяч статей. Это очень увесистое количество. Это увесистое количество. Почему? Почему мы берем чужие слова, не используем свои? Мы свои используем, конечно, слова. Причины заимствования разные. Прежде всего, это социально-экономические изменения в обществе. Поскольку язык отражает жизнь, то все, что происходит в обществе, все изменения, реформы, какие-то веяния, тенденции, все находит отражение в языке. И если нет в русском языке адекватного слова, которое может номинировать это явление, процесс и так далее, то проще всего заимствовать, конечно. Очень часто знаете... Вот языковые контакты приводят к заимствованиям. Лингвисты назовут иное количество причин. Очень часто, знаете, люди используют эти заимствования, наверное, потому что это модно. Раз, произвести какой-то эффект, но не является ли это каким-то препятствием, может быть, в общении, если собеседник этих слов не знает? И в итоге он даже, может, постесняется сказать, что не понял, о чем идет речь, а просто скажет, да, и все. Вы знаете, действительно, есть мода на многое. Мода на одежду, мода на еду, есть мода и на слова, поскольку в языке есть все то же, что есть и в жизни. Конечно, чрезмерное употребление заимствованных слов препятствует коммуникации. Это может даже создать некоторый такой психологический барьер, когда человек перестает понимать другого, чувствует дискомфорт определенный, и это создает такую неловкость ситуации. Ну, а излишнее употребление заимствованных слов бравирования, это тоже воспринимается как своего рода, ну, употреблю такое слово разговорное, разговорное, просторечное, как выпендрюш. И это тоже есть. Мне прям хочется примеры зачитать, потому что я вот прочитала эти заимствования, и даже, может, потому что сфера деятельности не моя, но мне кажется, даже нашим зрителям. Состоялся симпозиум по теме экспорта, абсорбирующего ноу-хау, или темой разговора стал офшорный аутсоринг. То есть, хорошо, если ты хотя бы слово понял, темой разговора, это мы поняли, о чем-то они говорили. Да. И вот абсорбируют. Для чего? Ну, и чего люди это делают? Понимаете, есть ведь разные сферы социальной жизни, и во многих сферах не обойтись без заимствованных слов. Ну, например, научная сфера. Там терминология. Терминология, это, конечно, в основном либо интернациональная, либо заимствованная лексика, либо собственно выработанная, но, тем не менее, там не обойтись без этого. Ну, да, я должен сказать, что научное сообщество во всем мире, оно единое, и поэтому для меня гораздо удобнее использовать те или иные термины. Деловая сфера в каждой вид деятельности имеет свой определенный набор слов, которыми пользуются и, в общем-то, которые считаются престижными в той или иной деловой сфере. Без этого тоже не обойтись. Возьмем даже название профессии, ведь они практически большая часть заимствованы. Тот же филолог, психолог и даже слесарь заимствовался. Если мы правильно понимаем, появляются эти термины еще до того, как в русском языке появился аналог. И, соответственно, мы взяли, не заменили, а просто взяли это слово. Не все мы маяковские для того, чтобы придумать новые слова. Да, потом придумать новые слова, да. Да и не надо, наверное, этого делать, если есть уже готовая единица. И если она прижилась в языке. Мы сейчас очень приятно перешли к очень интересной теме. Вот с использованием этих слов меняются речевые нормы, речевые, стилистические нормы, даже на бытовом уровне общения. Стоит ли обращать внимание на вот эти изменения или вносить, привносить в свою речь новшество? Или же как говоришь, так и говори, поскольку все-таки правильный русский язык. Хотя что такое правильный? Никто не знает, что такое правильный. Тот, который Пушкин придумал. Вот он, правильный. Стоит ли обращать внимание? Ну, не обращать внимания невозможно. Особенно преподавателю русского языка. Но и формирование культуры речи этим как раз и занимаются в общеобразовательной школе. Поэтому учитель языка и литературы обязан. Это его профессиональные обязанности. Ну, а обычные носители языка и обыватели, понимаете, можно обращать, можно не обращать на это внимание. Но это явление существует. Речевая норма, это, конечно, определенные правила. Употребление слов, словосочетаний, грамматических форм, нормы произношения и так далее. Речевая норма фиксируется в словарях, справочниках, учебниках. Но мы уже говорили в начале нашей беседы о том, что, конечно, нормы устной речи очень и очень изменились. Например, еще 20 лет назад невозможно было услышать такие выражения. «Сбрось мне на мобилу», или «Скачал вчера фильм», или, допустим, такое выражение, как «всю ночь рубился с монстрами». То есть, скажи так, фразу 20 лет назад, человек не понял бы, о чем речь идет. Человек просто не поймет, о чем речь идет. А нормы меняются. Потом такая вот тенденция есть, конечно, к сокращению, к экономии языковых средств. Это обычная речевая норма. Но, положим, это связано в какой-то степени с появлением гаджетов, устройств, которые облегчают общение. Вот слово «гаджет», например, да, еще буквально несколько лет назад оно немножко резало слух. Потому что вы понимаете, что оно созвучно с одним из русских слов. Но мы потихоньку привыкаем к этому. Мы привыкаем, и все. И уже говорим, гаджеты абсолютно называют все новые устройства, и не только электронные, а любые приспособления, которые облегчают нам жизнь в быту. Поэтому, но слово «гаджет», конечно, от него еще веет вот этой чужестью. А вот, допустим, слово «пиар», оно уже абсолютно вошло. Более того, обросло деривационными связями. Пиарщик, пиарить, пропиарить кого-то. Все. Оно вошло в систему. Появились те самые русские суффиксы и окончания. Оно обрусило. Обрусило, да. Оно обрусило. Ну что же, надеемся, что русский язык, хоть и меняется, но в целом останется языком великих людей, великого народа, ну и, собственно, нашим, одним из наших родных языков. Спасибо вам большое за беседу. Спасибо, что пришли к нам, ну, по сути, в свой, наверное, профессиональный в какой-то степени праздник. Напоминаем, сегодня у нас в гостях была Ольга Переход, заведующая кафедрой общего и русского языка знания Брестского государственного университета имени Александра Сергеевича Пушкина. Еще раз спасибо большое за беседу, друзья. Ну, а пока предлагаем вам посмотреть самые интересные факты в цифрах. Самый южный регион Белоруссии – это Гомельская область. Образована 15 января 1938 года. Административный центр «Гомель». Площадь 40 372 квадратных километра. Население – почти полтора миллиона человек. Географические координаты – 52 градуса 20 минут северной широты, 29 градусов 40 минут восточной долготы. Самая большая киностудия в мире – это «Рамоджи Филм Сити», основанная индийским продюсером «Рамоджи Рао» в 1996 году. Находится в городе Хайдарабад. Студия занимает площадь 810 гектаров. Здесь располагается 500 съемочных площадок и 50 закрытых павильонов. Ежегодно на студии снимают больше полутысячи фильмов. Самое снежное место в мире – это южный склон горы Рейнир, долина Парадайз, США. По данным Национальной парковой службы Соединенных Штатов, ежегодно здесь выпадает около 30 метров снега. Рейнир входит в горную систему «Кордильеры». Высота горы – 4392 метра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Ну вот, в который раз синоптики говорят о том, что погода замечательная, друзья, поэтому выбирайтесь на прогулку с вашими домашними животными, фотографируйте их и быстренько-быстренько присылайте нам фотографии. И на студийный вайбер 821-55-55. Напоминаем, тема дня сегодня – эмоции вашего любимца. Самые нетривиальные выражения мордочек, движения лапок присылайте, фотографируйте с удовольствием. Да, все, что заставляет умиляться. Но пока мы общались с нашими гостями, у нас поступило столько фотографий, друзья. Устраивайтесь поудобнее около ваших экранов. Первые фотографии мы покажем от нашего телезрителя Кирилла, который прислал кошек. Поехали. Дружба двух кошек от нашего телезрителя. Следующие фотографии показывает нам Инна. Это ее Нора. Самая красивая кошечка на свете, самая благородная и воспитанная. Вот как дамы описывают кошечек, а сейчас Василий нам. Так, это не Василий, но, бог ты мой, как много фотографий этих котов. Это все еще Нора от Инны. Но должен сказать, что каждый хозяин кошки говорит, что его кошечка самая воспитанная, самая красивая. Но тут прям фактически модель. Это фотография Василия. Василий просто и лаконичный написал Макс. Ты знаешь, по-другому и не сказать. Это же Макс. Его по-другому и не назвать. Это наша телезрительница Наталья показала нам своего любимца. Вот это эмоции. Вот это эмоции. Марс зовут этого красавца. То есть у нас Макс, Марс. Слушайте, кошатники, вот вы как-то радуетесь. В одном направлении думают. Но далее, наконец-то, появляется... Джек Рассел-терьер от Натальи. Джина. Джина зовут эту милашку. Она еще совсем подросток. Это пара твоему прекрасному питомцу, который ждет тебя дома. Да, да. Ну, надо подождать, пока Джина подрастет. Это Кристина. Прислала нам... Кошку Бусю. Да, Буся любит проводить вот так время. Буся потрясающая, да. Не пугается. Фотография от Светланы. Светлана держит в руках своего любимца, которого зовут Джим. Главный болельщик на всех соревнованиях. Вот Потап пришел, местный пес в гости. Он похож из мультика Урри-Урри. Там собака-робот была такая, да? Да. Очень прекрасный все-таки питомец. Красивый, да. Такой прям приветливый. Он даже звездой стал видеоролика, собственно говоря. Так что... У него есть возможность набрать много подписчиков и прислала. Елена прислала нам своих красавцев. Это ее друг Цезарь и кошка Мурочка на следующей фотографии. И далее Кристина, наша зрительница, присылает... Скумбриевич. Скумбриевич. Мои коты Сандра из Скумбрия. Сандра из Скумбрия. Ой, какие удивительные названия. А это какая красавица. Красивые у вас кошки. Очень красивые. Такие все важные. Вот говорят, животные действительно эмоцию могут проявить. И злость у них есть. И желание какое-то. И требовательность определенная. Почти как человек, да? Только немножко по-другому выражает. Спасибо, друзья, за ваши фотографии. Напомним, 50 рублей посещение экологистической студии Ирины Погорельской. Мы разыгрываем сегодня. Поэтому не останавливайтесь на достигнутом. Радуйте всех нас своими питомцами. Но помимо того, что вы можете выиграть сертификат на посещение экологистической студии Ирины Погорельской, у вас есть возможность, ну, если вдруг, побывать на открытии потрясающего праздника. Называется он Руанская армада. Международный фестиваль парусных судов и военных кораблей, который проходит во французском городе Руане. Если вдруг у вас есть личный самолет, милости просим. Милости просим. Ведь Руан – это один из красивейших городов Франции на берегу Сены. Он, кстати, знаменит своим собором Нотр-Дам, а также тем, что здесь была казнена Жанна Д'Арк. Участники армады – это парусные суда и военные корабли. Самые знаменитые и яркие представители своего уникального класса, покорившие все моря и океаны. Надо отметить сразу, что фестиваль не является ежегодным. Проводится он раз в 4-5 лет. Точной даты нет. Наверное, именно поэтому собирает просто миллионы, а даже более миллиона людей. И с каждым годом количество посетителей увеличивается и увеличивается. Но, кстати, почему бы и нет? Ведь вход туда совершенно бесплатный. Да, в этом году ожидается более 10 миллионов посетителей фестиваля. И действительно, да, вот такое потрясающее празднование 10-дневное. Абсолютно бесплатно. Все экскурсии, все мероприятия можете посетить абсолютно спокойно и свободно. Те, кто находится где-то рядом в том регионе. Но не только. Это у нас сегодня бесплатно. А также занятия с нашим фитнес-тренером. Поэтому, если вы не ходите в спортзал, у вас есть прекрасная возможность взбодриться прямо сейчас вместе с нами. Доброе утро. Меня зовут Татьяна. Я тренер по пилатесу. Пилатес – это уникальная фитнес-программа, направленная на укрепление и мобильность позвоночника. И на правильную работу суставов. С помощью упражнений по пилатесу можно избавиться от различных проблем. От болей в шее и от боли в спине. При помощи пилатеса можно укрепить весь мышечный корсет всего тела. Предлагаю вам сегодня познакомиться с несколькими упражнениями. Итак, приступим. Поставьте на стопусы параллельно друг к другу. Ноги на ширину плеч. Сделайте вдох. И с выдохом, начиная с шейного отдела, скрутитесь медленно вниз. Позвонок за позвонком. Шейный отдел. Грудной. Поясничный. Останьтесь внизу. Расслабьте руки. Шею. Сделайте вдох. И с выдохом через круглую спинку. Позвонок за позвонком. Медленно раскрутитесь наверх. Опустите плечи. Сделайте вдох. И с выдохом еще раз. Крутитесь вниз, начиная с шейного отдела. Это упражнение позволит вам снять напряжение со спины. И укрепит позвоночник. И придаст ему мобильность. Повторите такое упражнение три раза. Опуститесь вниз на пол. Поставьте ладошки параллельно друг к другу, под плечи. Правую ногу ставьте на полу пальцы. Левую. Опуститесь в положение полной планки. Сделайте вдох. С выдохом раскрутитесь вниз. И раскрутитесь наверх, вытягивая копчик наверх. Как будто вам кто-то давит на лопатки. Делайте вдох. И с выдохом еще раз опуститесь вниз. Раскрутитесь наверх. Вдох. И с выдохом наверх. Повторите это упражнение от трех до семи раз. Опуститесь на коленки. Уйдите вниз в пользу ребенка. Разденитесь. Расслабьтесь. И через круглую спинку перейдите в положение стоя. Это был маленький комплекс упражнений, направленный на укрепление спины и снятие боли и напряжения в мышцах. С вами была Татьяна. Такие упражнения вы можете делать утром для пробуждения организма и вечером для снятия напряжения со спины. Всего доброго. Итак, друзья, спортом занялись. Самое время подумать о питании, тем более о вегетарианском, если кого-то это интересует. Потому что вегетарианским бургерам придется сменить свое название. По своему опыту знаем, что очень часто информация, которая на этикетке указывается, бывает сбивает с толку нас, потребителей, своей какой-то нечестностью. Да, в общем-то, что касается вегетарианской еды, Европейский Союз предложил внести вот такие вот изменения, согласно которым производители вегетарианской еды должны пересмотреть название выпускаемых изделий. Например, вегетарианские бургеры предлагают приименовать вегетарианские диски, а вегетарианские колбаски вегетарианские трубочки. Защищенные обозначения также будут включать бифштекс, колбаса, эскалоп и гамбургер. Есть такое мнение, да, что право называться стейком следует все же сохранить за стейком из настоящего мяса. Да, а не из соевых... В этом деле стоит проявить, конечно, какую-то фантазию, чтобы придумать название каждому продукту. Но, тем не менее, люди должны понимать, что они кушают. Если это стейк, значит это стейк. Ну, в общем-то, да. С нашим поваром, с поваром утреннего эспресса ситуация гораздо проще, потому как не нужно заморачиваться с названиями, нужно просто вкусно готовить. Например, сегодня мы вместе с ним приготовим средиземноморский салат. Доброе утро! Сегодня я приготовлю легкий овощной салат с добавлением средиземноморских трав. Необходимые ингредиенты для приготовления салата. Салат ромен, красный болгарский перец, оливковое масло, свежие помидоры и огурцы, руккола, синий лук, лайм, маслины, оливки и средиземноморские травы. Теперь займемся приготовлением салата. Листья салата «Айсберг» предварительно промоем и высушим. Листья салата лучше рвать руками. Красные, сочные помидоры нарезаем небольшими кусочками и выкладываем в салатник к листьям салата ромен. Свежий огурец нарезаем средними дольками. Болгарский перец нужно обязательно почистить. Нарезаем соломкой и перекладываем к помидорам и салату. Теперь самое время отправить в салатник оливки и маслины. Резать рукколу не нужно. Теперь займемся заправкой. Идеальное сочетание для заправки салата – это сок лайма, оливковое масло и средиземноморские травы. Главное правило – приправлять блюдо травами следует незадолго до окончания его готовки, а чтобы аромат был полнее и ярче, следует предварительно растереть смесь в ступке или хотя бы просто помять ее пальцами. Дайте эфирным маслам выйти наружу, и вкус проявится в полной мере. Все хорошо перемешиваем и выкладываем на тарелку. Маринованный синий лук обладает более мягким и нежным вкусом по сравнению со свежими овощами. К тому же вполне уместен в качестве украшения. Вот такой вкусный и полезный салат у нас получился. Не бойтесь экспериментировать. С вами был су-шеф ресторана «Эрмитаж» Крабунов Алексей. Приятного аппетита! Ну что же, как всегда, самые интересные и необычные гости в утреннем эфире нашей программы. Итак, сейчас будем говорить о необычном звучании самого обычного человека. Позвольте представить вам гостя в студии утреннего эспрессо. Это Людмила Михейкина, путешественница в первую очередь, ну и обладательница уникального музыкального инструмента. Доброе утро! Доброе утро, Людмила! Путешественница, знаете, сразу звучит, и прям хочется спросить, что вы видели и где вы были. Но я знаю, что вот последнее ваше крайнее путешествие, с которым вы вернулись совсем недавно, очень нетрадиционная страна для посещения, наверное, нами, белорусами, Тибет. Расскажите о нем больше. Доброе утро! Вы знаете, я еще даже не готова вам сказать все о Тибете, потому что идет внутренний диалог с собой. Там что-то произошло. Произошло что-то очень важное, что изменило меня, изменило очень сильно. Дело все в том, что попасть в Тибет я мечтала давно, наверное, с урока географии в школе, когда прочитала о вершине Джамалунгми, 8 848 метров. И вот тогда закралась мысль, я хочу это увидеть. Но посещение Тибета, это необычная поездка, к которой вот собрался и поехал. Наверное, последние лет 7 я внутренне готовилась к этому. Вы же всегда есть люди, которые просто взял, поехал и, наверное, ничего ценного духовного и не вынес с той страны, которую посетил. А раз с такой подготовкой, то и тем более такие свежие впечатления, две недели назад, да, вы вернулись? 12 мая я вернулась. А мы еще внутри, но вы еще там частично. По поводу там. Я хочу вам сказать, что часть меня там останется навсегда. Потому что посетить Тибет и вернуться прежним невозможно. Это очень уникальная страна, которая долгое время была вообще закрыта для иностранцев. И пейзажами Тибета мы могли только наслаждаться на картинах Рейха. И вот когда я стала искать путешествия в Тибет, я натолкнулась на компанию московского «Все пути». Владимир и Ильяна Подо пообщалась с ними. Они такие вот очень интересные, увлеченные люди. И заинтересовали меня своими турами. Один из этих туров назывался «В поисках Шамбалы». И на первом этапе я увидела там базовый лагерь Эвереста, Джамалунгма. А, все, мечта сбылась. Мне очень-очень эта идея понравилась. Но я стала дальше читать об этом туре. И все-таки думаю, а что же они там ищут? И находят ли? И находят ли. Шамбала, по преданию, находится в Тибете. Это генофонд земного шара. Люди с очень высоким уровнем развития. И я поняла, что я хочу найти Шамбалу. Ну, давайте скажем, что Тибет в целом бытует мнение о том, что эта страна и эта культура, и эта одухотворенность либо принимает человека, который приезжает туда впервые, либо не пускает его в тот самый маленький мир, маленький мир духовности. Вам, по ощущениям, удалось стать частью вот этой семьи, назовем это так? Вы знаете, вот как Тибет не пускает, я увидела на живом примере. У нас была группа, так вот из этой группы три человека туда не попало. Два человека, их просто не пустили на таможне. А третий человек, который был физически подготовлен, он играл в свое время, вот как мы общались, футболом занимался, потом после травмы занимался йогой очень серьезно. И когда мы поднялись на высоту более 5000 метров, он просто стал никем. Там тяжело, очень тяжело. Если сейчас говорить об этом и думать, условия для проживания нечеловеческие. На высоте, высота более 3000 метров, она уже считается непригодной для проживания. Это разреженная атмосфера. Вот, не хватает кислорода. А мы для начала путешествия прилетели в столицу Тибет-Алхаса, которая находится на высоте 3600 метров. То есть сразу уже достаточно такая высота на грани. Да. Поднялись еще выше. Вы видели людей, которые поднимаются на Эверест или планируют это сделать? Да. Какие они? Какие-то эмоции? Какая-то особая аура? Что-то от них исходит? Сила духа может быть? Сила духа там в первую очередь. Но Эверест, базовый лагерь Эвереста, мы коснулись... Это была экскурсия полдня. Мы там походили, пофотографировались, посмотрели пейзажи. Но, как сказал наш гид, вот он занимается 2012 года турами, чтобы был так открыт Эверест, это впервые в его практике. Мы просто увидели вершину во всей ее красе. Тибетский гид говорил, you have good karma. То есть, что у нас очень хорошая карма. Да. Потому что, во-первых, очень замечательная группа попалась. Люди все какие-то такие необычные. И попался тибетский гид, тоже с очень интересной историей, потрясающей историей, которая тронула до глубины души. Вообще тибетцы сами по себе, они очень добрые. У них в глазах солнышки, лучики, звездочки. Они вот тебя одним взглядом согревают. Ну, должны сказать, что вы, наверное, в нашу студию принесли часть вот этой эмоции, вот этой культуры. Ну, знаем, что помимо... Часть себя оставили в Тибете, и часть забрали сюда. Знаем, что помимо впечатлений, помимо безграничного одухотворения, вы привезли сюда вещи и физические, скажем так. Расскажите нам о том, что вы принесли нам сюда, что интересного расскажете о тех вещах. Вот эти две соединенные полусферы. Эти две соединенные полусферы, они были у меня немножко раньше. Из Тибета я привезла вот эту замечательную вещь. Это горный хрусталь. Он, по преданию тибетскому, служит хорошей защитой от негативной энергии. И вот я купила этот оберег в Лхасе, и он со мной, все мое путешествие по Тибету, которое длилось две недели, он со мной присутствовал. Говорят, когда человек сталкивается с негативной энергией, он темнеет. Да, он потемнел. Я с ним проходила кору. На расстоянии тысячи километров от базового лагеря Эвереста находится священная гора Кайлаж. Или Кайлаз. Ее по-разному называют. И вот в этой горе, по преданию, находится Шамбала. И мы обходили священную гору Кайлаз 54 километра за три дня. На высоте 5000 начинали обход. И проходили перевал Дармала 5676 метров. Какая-то специальная подготовка к этому путешествию, к такому большому количеству километров на такой высоте. Готовились к путешествию? Из подготовки я скажу вам одно. В какие-то моменты я просто оставляла машину в гараже и гуляла по городу пешком. Начиная с 1 января, от момента, когда я приняла решение, что я точно в этом году попаду на Тибет, до 27 апреля я айфон мой посчитал, что 5200 метров в среднем я проходила пешком в день. Это все. Подготовка, тренировка и дыхание. Кардио. Да. Кардио-нагрузка. Скажите, а все-таки вернемся к Хангу. Музыкальный инструмент. Откуда он у вас взялся? Это ведь совершенно что-то новое. Давайте сначала... Вы изобрели всего-то в 2000 году. Я попрошу вас сыграть, а потом мы побеседуем о этом инструменте. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вот это такое пробуждение. Что-то такое космическое. Волшебное звучит. Правда? Сложно на нем научиться играть? Вы знаете? И где вообще-то можно сделать? Многие-то и названия такого не знают. Дело в том, что почти 4 года назад я попала на небизнес-форум на озере Нароч. И вот там услышала вечером у костра звуки неизвестного мне инструмента, которые, как и вас, меня тогда тронули до глубины души. То, что я сейчас вам играла, это пробуждение. Это утро. Верно говорят, что на этом инструменте нет техники, есть состояние твоей души. Да. Есть музыканты, которые играют музыку, которую они сочинили, они могут ее повторить. Но все равно это не получится сыграть в точности один к одному. Для меня, Ханг, это состояние моей души здесь и сейчас. Я так понимаю, мелодия тоже это нечто интуитивное. Да. Вы не запоминали, какой звук за каким играть? Это что-то вот на ходу получилось, да? Это для вас было. Это для утреннего эспрессо сегодня. Это мое состояние души здесь и сейчас. Спасибо. Мне кажется, у меня есть новый рингтон, который абсолютно не надоест, я уверен. Нет, это будет сразу умиротворяться, успокаиваться. Гармония в душе. И звоните мне все, правда? На чем-то еще умеете играть, кроме Ханга? Вы знаете, я училась в музыкальной школе по классу фортепиано, но уехав из дома, я оставила этот инструмент у родителей. И сейчас, когда приезжаю, в память о своем папе чего-то играю. Но каждый человек, который так или иначе связан с музыкой, он привык выражать часть своих эмоций посредством музыки. Это безусловно. И вот я долгое время, не играя на инструменте, наверное, нашла возможность выразить свои эмоции в свете в Ханг. Но мы должны сказать, что вы очень органичны с инструментом, вы очень органичны в том, что вы делаете, и в том, главное, как вы звучите. У вас такая приятная аура, такое спокойствие и умиротворение. В завершении нашей беседы должны, наверное, сказать вам огромное спасибо за ту ауру, как сказала Кристина, спокойствия, которая сейчас в студии. И пожелаем вам, знаете, для того, чтобы ваш эмоционер никогда-никогда не темнел. Я думаю, что это очень важно, особенно в нашем мире, в мире, который сопряжен с огромным количеством трудностей. Итак, друзья, напоминаем, сегодня в гостях у нас Людмила Михейкина. Это путешественник, человек, который дарит свою душу и делится с нами тем, кто она есть. Прямо сейчас мы услышим необыкновенное звучание. Это чаша в дополнение к Хангу. Спасибо большое. Спасибо вам. Друзья, ну а пока мы продолжим беседу вне кадра, предлагаем вам посмотреть обзор прессы. О чем пишут региональные издания сегодня, узнаете прямо сейчас. Спорткомплекс с тренажерами, расширенная детская площадка, скульптуры, питанг и самая длинная в Бресте скамейка. Что еще ждет детей и взрослых в обновленном парке мира, расскажет газета «Брестский вестник». В этом году уже провели дезинфекцию от клещей в парке Дубрава, в детских оздоровительных учреждениях Бреста, на базах отдыха на Белом озере и многих других объектах. Воспользоваться такими услугами может любая организация и домовладелец. Подробности в Брестском вестнике. Впервые знак «Доблесть и мужество» получила девушка Наталья Анищук из 38-й десантной бригады в Бресте. Испытания на право носить этот знак прошли на полигоне под Витебском. Читайте об этом в Брестском вестнике. 25 мая 2019 года в районном Доме культуры Агрогородка Черни состоялся гала-концерт победителей районного детского осмотра конкурса «Юный виртуоз-2019. Музыка всегда с тобой». В конкурсе приняли участие более 140 талантливых учащихся детских школ искусств Прибужья. С подробностями свежий номер еженедельника «Заря над Богом». «Притяжение земли». Под таким названием в стенах Центральной городской библиотеки имени Пушкина в Бресте была открыта персональная выставка доктора экономических наук, члена-корреспондента Национальной академии наук Беларуси Алексея Скакуна. 34 года он возглавлял одно из лучших сельхозпредприятий республики – колхоз «Памятелеча», преобразованный позже в ОАО «Остромечево». Создав образцовое хозяйство, именитый ученый Алексей Степанович никогда не расставался с увлечением фотографий. Подробности в «Заре над Богом». О чем прочитать? Узнайте из обзора прессы «Утреннего эспрессо». Возвращаемся в студию «Утреннего эспрессо» и предлагаем вам посмотреть фотографии на тему дня. Сегодня она, кстати, звучит как эмоции ваших домашних питомцев, ваших любимцев. Посмотрите фотографии, которые уже пришли на данный момент. Фотографий много, к сожалению, не успеваем все комментировать, поэтому будем очень-очень быстро их смотреть. Вот эти эмоции. Ух ты! Солушка-сова. Потрясающе. А вот, вот это расслабление, да? Вот он ханку слышал и расслабился. Ёжик. Ёжики всегда веселые. Ёжики либо злятся, либо веселые. Вот у них других эмоций не бывает. А это просто милота, да. А что он играет? Это Джина. Джина воспитывает ребёнка. Вот такая эмоция. Эмоция воспитательницы. Ребёнок думает, что воспитывает Джину, а на самом деле всё наоборот происходит. Следующий снимок. Сонный кот. Милашка, ну просто милашка. Это кот на дереве? Это ёлка, новогодняя ёлка и коты. Это же просто... Классика жанра, да? А это вот, я смотрю, телелюбитель такой, да? В мире животных, наверное, смотрит. Я боюсь, что он смотрит утреннее эспрессо. Вернее, надеюсь, что он смотрит утреннее эспрессо. Собственно, как и хозяйка. Вот кому в Беларуси жить хорошо. Вот это вот таким вот любимцам. Смотрите, какие уши. О, смотри, любитель позировать. Да. Да? Селфи, селфи. А это любитель своей хозяйки. Вот он какой умница, умница. Так старается. Спасибо вам за такое количество фотографий. Правда, очень приятно. И мы всё-таки пытаемся выбрать свой, наверное, топ-5 лидеров, но у нас не получается, потому что фотографий всё больше и больше, эмоции у нас всё ярче и ярче. В общем, честно признаёмся, сложно будет выбрать сегодня победителя. Выберем десятку и устроим рулетку. Может быть и так. Пускай победитель. Но пока переходим к информации очень полезной и, кстати говоря, очень-очень важной. Да, друзья, все мы знаем, что наша Брестская область – активный участник проектов, финансируем их Европейским Союзом. Это касается направленного на устойчивое развитие региона в целом и конкретных отраслей, например, транспорта и связи, энергоэффективности, зелёной экономики, окружающей среды и многих других. Вот, например, такие заказники, как Споровский, Прибуржское, Полесье, Званец – пример эффективного экологичного менеджмента по защите и рациональному использованию природных ресурсов, сохранению биоразнообразия, а также борьбе с изменениями климата. К европейской инициативе по климату и энергии соглашениями мэров, которые регулируют выброс парниковых газов, присоединились 7 городов области. Это Пинск, Брест, Ивацевичи, Берёза, Барановичи, Кобрин, Пружаны, а также весь Пинский район. Географическое положение региона способствует участию именно в таких программах и трансграничных проектах. Сегодня важное взаимодействие ведётся в рамках программы территориального сотрудничества стран Восточного партнёрства. Ну и ещё одно направление европейских проектов в Беларуси – это образование. При поддержке Европейского Союза у беларусов есть возможность получать не только стипендию заграничную, но в том числе учиться в Европе и участвовать в различных программах по обмену. А накопленный опыт выпускники могут использовать в выстраивании своей карьеры в Беларуси. Ну и, конечно, подробнее о всём этом расскажет непосредственная участница одной из таких программ – Анна Новицкая. Смотрим вместе. Меня зовут Анна Новицкая. В данный момент работаю менеджером в IT-компании. Я ездила на программу Erasmus Mundus в 2012-2014 году. Узнала я про неё, наверное, случайно. Я нашла вот программу, она называлась «Магистр по стратегическому проектному менеджменту». Мне понравилось, и я подала. За год до этого я съездила в языковую школу в Барселону на три недели. И там очень было много студентов Erasmus. И я как-то влилась в эту всю тусовку и подумала, что это так здорово, так классно. И я так хочу. Классная, кстати, штука, когда просят написать мотивационное письмо. Мне кажется, это реально не зря одно из ключевых требований, потому что ты сам как бы понимаешь, что тебе надо от этой программы. Я могу сказать, что учёба там поменяла меня как человека. И те знакомства, наверное, основное это было общение. У нас очень много было групповых работ. У нас были ребята более из, по-моему, около 20 стран мира. То есть каждый человек был из разной страны. Время, когда я поступала, мне было 23-24 года. А моим одногруппникам было по 30, за 30. Они уже где-то поработали. И такой момент, может быть, совет тем, кто едет, не зацикливаться в какой-то своей среде, а общаться как можно больше с людьми с разных стран. Я поняла после того, как вернулась сюда, то, что люди, которые получили какой-то опыт образования за рубежом, они смотрят на мир открыто. У них стираются какие-то границы в голове. И нас, в принципе, объединяет этот схожий опыт. Поэтому сейчас мой интерес вылился в то, что я делаю документальный фильм, вот как раз-таки про тех самых людей, которые поучились за рубежом и вернулись сюда, в Беларусь. Вообще название фильма — «Скрытый потенциал международных выпускников». Я делаю этот фильм для тех, кто учился за рубежом и возвращается обратно в Беларусь, для того, чтобы они понимали, куда смотреть, какие есть возможности, для того, чтобы они не ходили кругами, а точно знали, где лучше реализовать свой потенциал здесь, в Беларуси. Еще я делаю этот фильм для того, чтобы показать, что есть в обществе такая, можно сказать, социальная группа, показать их интересы, возможности, потребности и, возможно, развеять какие-то стереотипы. В университете вообще не было никакой информации о каких-либо программах. Это был 2011 год. То есть все, что я искала, я искала сама. Одногруппы тоже особо этим не интересовались. То есть я вот нашла Erasmus Mundus. Сейчас, конечно, я поняла, что много этих программ. Есть Chivning от британского посольства, есть ESIP-программа Европейского Союза, которая, к сожалению, уже закончилась. Много людей по ней съездила, я знаю. Я была представителем страны какое-то время, пару лет. Erasmus Mundus. И мы делали мероприятия для того, чтобы рассказать, как подавать, как поступать. И общалась с ребятами, которые координируют в общем Erasmus. Есть, наверное, разные причины, почему люди решают не поддаваться на такие программы. Возможно, потому что они думают, что они недостойны. Возможно, думают, что нет у них тех знаний, навыков. Возможно, они думают, что там уже все решено. Но на самом деле это не так. Поддаваться нужно. Если не с первого раза, то с третьего, четвертого у вас обязательно все получится. Друзья, в следующем ролике Дарья Минский представит европейскую стипендиальную программу для молодых белорусов ESSYB. Программа завершилась в 2018 году, дав возможность молодым белорусам, получив степень бакалавра и магистра в европейских университетах. И после учебы применить полученные знания на родине. География программы – это более 250 университетов Европейского Союза. Меня зовут Дарья Минский. И три года назад я получила стипендию по программе ESSYB, финансируемую Европейским Союзом. И благодаря этой стипендией я проучилась год в Мадриде. Моя программа называлась Digital Miria. Школа называлась AI Business School. Это одна из топовых бизнес-школ в Европе и в мире. Этот опыт повлиял радикально на мою жизнь. Тогда появились первые идеи стартапа, которые я сейчас делаю. И после того, как я закончила школу, я приехала в Беларусь. Я набрала отличную команду. Сейчас стартап получил первые инвестиции от немецкого акселератора. Вся техническая команда, вся разработка находится в Минске. Я бы посоветовала людям, которые думают подаваться на подобные программы, не бояться. Подавайтесь, подавайтесь. Это железный совет. Вот такие вот потрясающие программы существуют в нашей стране. Ну и в рамках, собственно, всего Европейского Союза. Программы, которые позволяют научиться чему-то новому, но и потом организовать свое рабочее место, свое дело на территории своей родной страны. Научиться другому опыту и привнести это в свою страну никогда не поздно. И главное, всегда бывает полезно и тебе, и окружающим. Поэтому задумайтесь, друзья. Но мы продолжаем. За это время поступил еще ряд фотографий к нам по нашей теме. У нас сегодня тема дня. Животные и их эмоции. Ваши питомцы. Ох, как много фотографий к нам приходит. Скорее смотрим их. Кто это? Даже не будем, наверное, комментировать, потому как фотографий очень много. Давайте будем смотреть их просто по порядку. Следующий. Ну, вот по валяшечке кота. Это всегда мило. Кстати, видите, очень здорово. У вас все-таки кот пользуется когтеточкой. А то большинство четверолапых друзей пушистых, ну, как-то, скажем так, игнорируют. Да мой хозяин, ты чего? Такой чудесный диван, а ты мне тут. Действительно. Вот как этот, например, друг, правда? Смотри, как ему уютно на своем диване. Хозяйском, точнее. Милашка. Это он что, не пускает хозяина? Или пытается расслабить? Ну, мне кажется, трон. У каждого царя должен быть свой трон. Или свое ложе. Да, вот так вот он проводит вечер. О, он даже согласился без проблем залезть в ванну. Это дорогого стоит. Или его поставили, и он просто упал. И, о боже, что сейчас будет? Следующий снимок покажем вам чуть попозже. Но пока переходим к актуальной информации. Это даже не то чтобы актуальная. Скорее, все новое, это хорошо забытое старое. Поэтому монахи из Брюсселя будут творить средневековое пиво. Вот так. Удивительно, друзья. Действительно, есть такая информация, что старинные монашеские рецепты пива того самого были обнаружены монахами, приспособлены к нашему современному времени. И вот совершенно буквально пару дней у нас появится возможность попробовать это. Да, очень много времени ушло для того, чтобы разобрать и перевести те самые секретные рецепты. Ну, и вот поскольку это все успешно, авантюра завершилась, теперь создание лимитированных серий уникального пива совсем скоро мы сможем с вами дождаться. Первое пиво было сварено аж в 1128 году. Представьте, как много лет назад. 900 лет назад почти, да? Ну, ожидается, что пивоварня, которая возвратит те самые рецепты, откроется уже в 19-м году. Какие еще интересные факты, факты в цифрах в утреннем эспрессо? Самый южный регион Белоруссии – это Гомельская область. Образована 15 января 1938 года. Административный центр «Гомель». Площадь 40 372 квадратных километра. Население – почти полтора миллиона человек. Географические координаты – 52 градуса 20 минут северной широты, 29 градусов 40 минут восточной долготы. Самая большая киностудия в мире – это «Рамоджи Филм Сити», основанная индийским продюсером «Рамоджи Рао» в 1996 году. Находится в городе Хайдарабад. Студия занимает площадь 810 гектаров. Здесь располагается 500 съемочных площадок и 50 закрытых павильонов. Ежегодно на студии снимают больше полутысячи фильмов. Самое снежное место в мире – это южный склон горы Рейнир, долина Парадайз, США. По данным Национальной парковой службы Соединенных Штатов, ежегодно здесь выпадает около 30 метров снега. Рейнир входит в горную систему «Кордильеры». Высота горы – 4392 метра. Ну, вы знаете, посмотрев нашу рубрику «Оцифровка», мне кажется, наш сегодняшний эфир тоже может попасть в ее числа по количеству фотографий, которые вы нам присылаете со своими питомцами. Очень здорово, что у вас есть такие милые, добрые друзья. Тем более на кону хороший подарок – 50 рублей на посещение колористической студии Ирины Погорельской. Любые виды окрашивания женских волос, друзья. Поэтому, ну, наверное, есть для чего вам постараться. Ну, все, должны сказать, что фотографии больше не принимаем. Всей командой утреннего эспрессо сейчас будем выбирать победителя. Ну, а вам предлагаем взглянуть на тот прогноз, который дарят нам звезды. «Гороскоп» в утреннем эспрессо. Сегодня у Овна будет прекрасное настроение. На улице отличная погода, и друзья позовут на природу. Только вот о работе Овна забывать не следует, иначе не успеет все выполнить в срок. Нежелательно сегодня тельцу прыгать с места на место. Так он ничего доделать не сможет. Если есть срочная работа, то лучше отдать предпочтение ей. Близнецам нужно максимально использовать свои знания и опыт, чтобы не оказаться в минусе. Начальство присматривается к близнецам. Но не только для того, чтобы раскритиковать. «Гороскоп» не рекомендует раку прыгать выше головы. Так и травму можно получить. Надо постараться руководствоваться здравым смыслом и не быть назойливым и упрямым. Повышенная суматоха и деловитость ожидают льва. Не исключено, что его срочно отправят в командировку, и на это негативно отреагирует любимый человек. Здесь придется выбирать, деньги или чувства. Поставленные в работе задачи деве нужно выполнить экстренно и качественно. Конкуренция безумная, поэтому звезды советуют хвататься за любые предложения. Весам не рекомендуется проявлять агрессию, даже если кто-то из друзей вынудит на конфликт. Подойти ко всему необходимо с юмором и философски, чтобы никого не ранить грубым словом. Небывалые взлеты ожидают скорпиона в профессиональной сфере. Он так комфортно себя почувствует, что разрешит себе отдых и развлечение. Гороскоп обещает стрельцу гармоничный день, когда даже солнце будет греть как-то по-особенному. Он окружен прекрасными и четкими людьми. Это главное. Козерогу в этот день нужно понять, что для него в приоритете, а что давно пора забыть. Если он человек семейный, то любыми способами следует наладить отношения с детьми-подростками. Водолей отличится на работе, да так, что начальство моментально выпишет премию. Возможно, что от его гениальных идей в восторге даже верхушка. Рыбы будут настойчиво грести в том направлении, которое себе наметили. Удачно сложится день у журналистов, педагогов и работников социальной сферы. Итак, бурные споры во время астропрогноза выявили победителя. Позвольте представить вам Наталью и ее любимцев. Действительно подняли настроение, качественные фотографии и потрясающие эмоции. Дружба, катающая репахи. Что может быть милее? Действительно. Наталья, чей номер заканчивается на 0645. Вы выиграли сегодня и получаете подарок. 50 рублей на посещение колористической студии Ирины Погорельской. Администратор свяжется с вами уже сегодня и расскажет, каким образом вы сможете забрать свой подарок. Поздравляем, спасибо вам за активность. И за то видео, кстати, которое вы нам прислали, но которое мы, к сожалению, не можем показать. Спасибо всем участникам сегодняшнего розыгрыша. Даже если вы не победили, помните, у вас есть возможность утром каждого буднего дня мы вместе с вами и проводим розыгрыш на тему дня. Участвуйте, вам обязательно повезет. Как повезло, уверен всему региону с погодой. Ну, для того, чтобы в этом убедиться, предлагаем посмотреть прогноз. Редактор субтитров А.Семкин Вот такое потрясающее начало четверга у нас с вами получилось. Сегодня 6 июня на календаре и мы желаем вам потрясающего дня. В студии прямого эфира «Утреннего эспрессо» сегодня с вами работали Кристина Мельниченко и Игорь Кушнир. Увидимся на четверке. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»